Да гори все синим пламенем. По мнению жителей дома номер 104 по улице Фрунзе, именно так городская администрация намерена решить их коммунальную проблему. Мусор вокруг пятиэтажки действительно полыхает каждый день и не по разу. Зимой греются бомжи, летом происходит самовозгорание. Каждое лето, неоднократно, у нас уже пожарка как родная. Мы звоним и они уже знают, что это Фрунзе 104 вызвало пожарку. Приезжают и тушат два-три раза в день. Городская свалка здесь была с незапамятных времен, вспоминают курганцы. Однако пару лет назад людям все-таки удалось отстоять свое право на чистый воздух. Правда чистым он стал только на бумаге. Строительный и бытовой мусор продолжает поступать под окна дома по улице Фрунзе и днем и ночью. Мы стали записывать номера машин, которые вывозят днем мусор. Они как бы то ли испугались, то ли что, они начали вывозить ночью. Стали поджигать, это гарь, этот дым стал к нам идти в квартиры. Невозможно, дети задыхаются. Мы жить не можем в этом чаде, в аду, вот этого дома. Ухоженный двор, детская площадка полная дошколят. И только гаражи отделяют этот пятачок от гор мусора, крыс и огня. Зоя Косова живет здесь уже 19 лет. За это время женщина привыкла даже в 30-ти градусную жару плотно закрывать окна. Это пейзаж. Вчера пожар, вон там он был. Думали, задохнемся. Задохнулись бы. Но на счастье людей прямо за гаражами простирается настоящее источное озеро. Результат пробитого септика и место слива канализации со всей округи. Пахнет оно тоже не ахти, однако с таким водоемом под боком все-таки спокойнее, признаются люди. Хоть живы все пока. И не мечтали бы горожане о лучшей доле вообще. Только вот покоя им не дает один единственный вопрос. Неужели сложно поставить запрещающие знаки для грузовых автомобилей на въездах во двор, вывезти мусор и починить септик? Юлия Кобылина, Сергей Абалмасов, Светлана Брагина, информационное агентство Курганру.